С таким счастьем целуешь постоянно? Окей. Лёш, ну как-то давай твою позицию как-то услышим. Потому что... Почему не себя было так, чтобы предупредить и пригласить? Он выстрелил пост и не сказал мне об этом. Я потом читаю, он говорит, это шутка. Захотел хайпа? Я тоже делала хайп. Ну как хайп? Блин. Но я так сказала, на самом деле это не хайп. Ты рассталась? Я сказала, что я не хочу хайпиться. Танечка, ты рассталась с Нашейлини? Нет, я просто не хочу разговаривать и... То есть это был всё-таки хайп? Ну, как-то между. Ну, на самом деле... Просто он пришёл вечером и даже не обнялся, на ночь уточни. Лёша, дай вот эту вереницу претензий как-то ты прикольно объяснись, пожалуйста. Что я понял? А я же с Дианой сюда пришёл, чтобы наши отношения перерастали в любовь и познавать любовь. Но этот рост оборвался именно на огонь. Ночь, когда она послала у меня три буквы. Два раза сначала. То есть ты трёх баб, полуголых, приволок на сцену. А она должна была сказать, вау, как классно, это же экспириенс. Да, да, это очень красиво, что ли. Нет, я не голубна была, так сказать. Более того, я никому там не прикасался. Да, конечно, да. Никому там не трогал, не гладил. Слышь, а почему, правда, изначально не пригласил Татьяну? Честно, я... Хотя бы просто предложить, а там уж не важно. Мы решали, кто будет, прям буквально в этот день, потому что подготовка была очень тяжёлая. Ты сам знаешь, как всё вот это у нас там, одни гости, другие. Ну что там поступают? Да, Таня же всегда рядом, но развернулся, сказал Таня, слушай. Не хотел её просто заморачивать. Заморачивать на что? Там твоя роль была важна? Костюм переделал, там ползла. Я не знаю, что плохо может... Действительно, задача сложная, я бы сказал, не посильно. Надо надеть костюм и ползать. Просто предложить, а там неважно. Я должен слышать, если я нормально просто, свои пожелания. Я не экстрасенс. Я точно помню, да, что ты у нас такой индивидуальный человек, интересно, что тебе нужно строго точно сказать, что я так не хочу.